Так, говорим о мушке на оленка и хариуса. Оленок на первом месте. Смотрите, нужен крючок номер 10 Хайви из Японии. Вот он, с длинным цевьем. Вообще, все мои крючки, мы предподаём упрощение длинному цевью. Как минимум на длинном цевье можно сделать длинное тело. Крючки высокого качества произведены фирмой Майорута. Теперь чуть-чуть откладываем, ну, как вариант, на клей. Хотя сначала, конечно, можно было положить нитку. Дальше. Делаем щетинки из меха козы. Для этого тут положено, ну, там, 4-5 виток, вернее, ворсинок. Ну, длина где-то половина тела. Дальше. Самое главное, основное, я же сказал, тело. Тело делаем из Синели фирмы Харлайн. Вот она. Называется она Смаль Тритобау Антрон Синели Ферри Оранж. То, что вы называете морковкой. Значит, Синель хорошо ложится на крючке где-то 10-8 номера. То есть, она достаточно тонкая, такая мягкая. Крювет так очень-очень даже замечательно. То есть, от вот такой подкаменкивать до приличных рыбок. Всяких пеструшек. Сделали. Видите, как бы легко и просто. Теперь просто. Виток к витку. Плотно приматываем. Формируем тело. Только что мы сделали промежуточный вот тут вот. Доводим до конца. Закрепляемся возле головки. Да, головка у нас латунная фирмы TechStream. Все материалы продаются на нашем сайте olof-prepy.ru. Вот головки красные. Теперь делаем ножки. В принципе, можно их и не делать, и без него плевать будет хорошо. Но с ножками, как бы, Хариус точно будет плевать лучше. Гольцу, в принципе, пофигу. Работает у него, как вот этот вот цвет, как раздражитель. Напоминает икру, клюет всегда. Для него это кусочек плавающей икринки. Под гольцом надо понимать, что то, что вы называете пеструшкой, это ручевая мальма, это тоже голец. Для него тем более раздражитель, так как красная икра, лососевых рыб, для нее любимая и самая желанная пища. Сейчас уже редко, это как рыба мало заходит. Все, вот на такую мушку даже на юконе нерку ловили. Там у меня на видео есть. Ну, и вот делаем это жабо. Ну, по-правильному это ножки. Напоминаю, все материалы, крючки, мушки, головки, синели, есть на сайте улов-припай.ру. Там же есть и мушки. И надо понимать, что если вы вот уже пошли на рыбалку ловите лососей, то лучше иметь одну хорошую мушку, допустим, 100 рублей, чем 10, плохих, по 30 рублей каждая. Потому что одну хорошую мушку можете ловить, не знаю, год, пока она там не оторвется. Либо у вас отрываться не будет и кривая значительно лучше будет. А если у вас 100, плохих, ну, 100, плохих, по-тысячу. Все, вот сюда вот чуть-чуть наносим лаком, делаем финальный узел. Если бы я не болтал, я сделал бы три раза быстрее. Все. Всем удачи на рыбалке. До свидания, Александр Мазарчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова